привет всем сижу греюсь на солнышке обрезала сегодня листья помидора потому что кладоспориоз бушует практически уже листик не осталось обрезала надо снять помидоры которые поспели такие забуревшие снимаю в общем не так плохо все как казалось помидорки есть и неплохие и даже уже вопрос стоит а что я буду с ними делать со всеми вот то есть вот помидорки как бы спеют это радует вот наконец-то стал спеть золотой вык сейчас поближе подойду а вот он какой красавец вообще-то это уже третий помидорчик уже два попробовали довольно сладкий не очень он крупный ну грамм 300 будет наверное но не очень крупный конечно может быть когда соберу семена с него он будет уже покрупнее почти сняли весь уже бычий лоб тут немного его осталось и все можно будет растение убирать вот их два куста там еще не мелковатым еще расти расти вот эти два кустика мы их уже почти все сняли кисточки так лопатинский очень неплохо себя показали в такой год тяжелый притяжелый для томатов тоже начали спеть тоже мы их собираем вот они золотой бык хотела показать эту я же до конца он не очень высокий теплицы вытянулся но грунте я думаю будет поменьше доедаем уже черный маслянистый успеет так по два по три по два по три но не очень крупный но сладкий сладкий присладкий такой цвет у него интересно какой-то приглушенная черно-красный такой вот внутри он такой же ну тоже там успеет все подряд много много томатов добара устали спеть вот они такими гроздями висят шикарными во втором ряду там не очень удачно посадила темновато поэтому тоже они поздно связались и там конечно не урожай на помидоры но зато вот этот ряд и вот это вот то что на солнце тут конечно хорошо сейчас я развернусь покажу вот такой вот вид это вот индиго пиртопс наконец-то он поспел смотрите какой цвет вот такой цвет темно-темно красный с черной шапочкой начинает спеть пошел-пошел уже там загибается и завязался хорошо завязался видите это уже на самой крыше начинает спеть китайский желтый внизу в общем-то он все сбросил ну вот наверху начал цепляться но не урожайный по крайней мере в теплице не урожайный надо наверное в открытом грунте не буду садить вот эти вот казахские мы едим вовсю крупные сладкие хорошие сердцевидные вот тоже мы их уже едим вовсю снимаем вот они тоже обрезала все и завершковался черные стали поспевать уже две кисточки сняла вот и смотрите как он тоже хорошо навязался я говорю вот эта теневая сторона на неудачная видите поэтому даже лопатинские которые завязывают гроздьями есть тоже не очень хорошо и брусы смотрите какие крупные и ребристые они похожи чем-то на пузатую хату но не такой обрубленный низ хорошие помидоры но мы еще не сняли ни одного вон там он уже краснеет внизу краснеет а буреет скажем так скоро уже с ними и вот уже вот такие вот помидорчики до самого верху нацеплялись там уже все обрезала достаточно много томатов конечно нацеплялась я боялась что вообще будет без томатов потому что практически практически у всех томаты заболели и в округе у нас томатов редко у кого есть конечно тут всякие разные я уже показывала рассказывала 20 раз я просто сейчас показываю сколько наросло томатов этот еще пока тоже фиолетовая гордость веселее ну никак не спеет все жду какого же он будет цвета но завязался классно вот там весь вот он он весь три толстяка мы почти весь съели тут немножко еще вот зреет еще в той теплице есть три толстяка очень сладкий вкусный отложила самые крупные на семена ну посмотрю наверное буду садить ну в открытом грунте скорее всего в этом году конечно мы повоевали светофорой но все-таки что-то есть открытом грунте покажу общим планом что тут все плиты вот так смотрится красавцы молодцы 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 томатики но этот открытый грунт еще пока стоят 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 спеет потихоньку там красненькие есть красненькие что-то будет вот они тут у меня красота какая а вот и Продолжение следует...